друзья здравствуйте я обещала что я внедрю рублику ответы на вопросы я зачитаю высказывание вопрос потом плавно перейду к ответу алена приветствую тебя если я пойду трудиться в систему лесного хозяйства на должность мастера леса те кто контролирует вырубку и порядок за собой надо ли внедряться в эту структуру либо поменять отношения в том плане что все иллюзия не так важно а важно как а не важно где важно как просто не знаю смогу ли я там ведь они дают разрешение на вырубку может быть энергетически воздействовать и отнестись что это временная вынужденная мера ведь ведь эти леса по большей части больные вся земля восстанавливаться ей не дают так как на этой площадке происходит добыча ресурсов во всех пониманиях вообще на самом деле очень грустное сообщение которое даже с философской точки зрения сложно воспринять и она такой болезненная для меня потому что я вы знаете являюсь руководителем целого проекта священная роща которая является но неким звеном связующим между древними знаниями как у нас было и тем ужасом который происходит у нас с вырубкой лесов конечно читать такое сообщение трудновато эмоционально но я понимаю что на это сообщение надо обязательно ответить но в силу того что многие в таком состоянии находится начнем с того что нас конечно человечество поставили на колени это так страшно это в плане ну знаете почему страшно потому что мы с одной стороны находимся вроде бы в состоянии управления реальностью то есть мы можем это делать с другой стороны в силу обстоятельств нам приходится идти на работу которая вообще по морально-нравственным принципам нам не может подходить потому что все живое имеет смысл имеет право на существование имеет право жить так как она живет вот смотрите мы живем потребительской жизнью мы естественно начинаем работать но в таких направлениях которые ужасно влияют на процессы мирового плана то есть на новый биоциноз планеты то есть естественно это добыча ископаемых это рыбный промысел да там все остальное и же с ним соответственно там лесное хозяйство да где и вырубки и все 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 и мы в этой ситуации являемся теми самыми проводниками той или иной энергии которая собственно потом и будет играть в нашей жизни роль я объясню что я имею ввиду вот смотрите человек светлый куда бы он ни приходил он меняет все вокруг себя лучшую сторону да он приходит на должность которая условно не позволяет ему делать все так как он хочет но из-за его внутреннего света складываются так взаимоотношения в коллективе например или в самой хозяйственной деятельности там процесса какого-то или там административной единицы или еще чего-то что идет все к лучшему я приведу пример я в свое время работала в управлении образования своего района вы знаете что это такое до управление образование но в целом что такое образование вы знаете это вот как под приписано так ты и делаешь по норме канону собственного образования туда не шаг влево не шаг право учителей сейчас сделали писарем и вот когда я поступила на работу я понимала что я в кромешном аду бесконечные отчеты бесконечные письма в школу из школы ты все это начинаешь перерабатывать отдаешь выше в управление да и это какой-то ужас и когда ты в этом живешь ты понимаешь какой бардак происходит но когда настаёт момент x ты имеешь то право голос которое очень нужно за то время пока я работала в управлении образования получили соответственно школы новые компьютеры обязательно в двух школах сделан был ремонт пусть даже не полностью но он был сделан питание пересмотрели и больше стали выделять финансов где-то приложила руку я а где-то я немножко подтолкнула эмоционально этих людей от которых это зависело то есть они смогли повысить свои вибрации и соответственно они уже такие вещи стали делать которые но всем всегда было плевать так это будет или иначе но вроде так разрешали но раз не против значит можно сделать лучше и получается что мы те светочи которые являемся как бы про проторяющими вселенной какому-то новому хорошему решению то есть получается мы появляемся какой-то системе да там может быть негатив но все вокруг нас начинает расцветать меняться и быть к лучшему почему потому что наше внутреннее родение но вы знаете я запустила курс по родению именно для того чтобы у вас была возможность научиться поднимать эти высокочастотные состояния чтобы они у вас были ну а за счет чего светить потому что говорят что любовь надо искать счастье нужно искать да внутри все всегда все внутри у нас нет такого чтобы мы там тыркались мыркались нас туда гонят нас туда а все то вот здесь и получается что когда мы с высокочастотное состояние с высокочастотным состоянием подходим к решению любой задачи у нас все складывается как нужно вы понимаете я конечно и ну если ты идешь там условно на такую работу которая однозначно имеет смысла разрушения то тогда вопрос что ты там делаешь почему тебя это притянуло но там где ты можешь сделать лучшее там где ты можешь осветить своим состоянием путь всей организации или какой-то ситуации какому-то человеку и все идет по-человечески так это же шанс это шанс изменить мир через себя потому что единственное что мы можем сделать это изменить мир через себя потому что вот смотрите иногда пишут родители ну что мне делать сын-то не слушается там дочь там отбилась от рук там еще там что-то на аркомане алкоголь я их учу я их я им пересылаю ваше видео они не тут то было ничего не хотят слушать так а зачем стай внутри сильным человеком не не смысле там прям грубо говоря на баррикады лезть не об этом речь а вот здесь свет должен быть когда ты светишься вокруг тебя начинает все светиться и все становится как хорошо и нужно как должно быть то есть получается с одной стороны конечно вырубка леса ну сами понимаете это хоть и говорят вот написано да что лес больной вы знаете оставьте в покое лес оставьте покое через 50 лет а будут джунгли непролазные там будут стоять дерева и все будет замечательно потому что природа без нас может а вот мы без нее нет вот знаете я всегда как бы вижу как человек сомневается как он начинает себя оправдывать и из-за денег или из какой-то сложившейся ситуации он вынужден идти туда куда ему не хочется идти здесь тогда должно быть целеполагание да я знаю что там например рубка леса предстоит моими руками будет подписываться или регламентироваться процесс рубки леса ну что я могу в этом случае сделать как я это буду как я это вижу потому что работать и кривить душой это все равно что продавать душу это ее разрушать потому что когда душа выходит она должна иметь образ человека то есть полностью образ человека с ручками с ножками с глазками и всем остальным а если душа очень долго насиловалась то есть человек делал не то что по душе было нам превращается в такой бублик ну как бы вот такой вывернутый и это видно на старых фресках там египетских вот это вот все что там есть да на стенная вот эта вся ситуация что среди иероглифов изображения то есть получается что когда ты долго насилуешь свою душу она потом не жизнеспособна она единственная на что может пойти на гавах поэтому конечно когда мы касаемся таких тонких вопросов первый момент а душа то чё говорит душа чего хочет она здесь какую роль занимает вашем теле вашей жизни если дух и душа пошли гулять и до свидания сказали а тело вот через не хочу через не могу делает ну как вы считаете будет ли от такого труда польза и кому мы можем обманывать но если вы понимаете что у вас внутри сила и вы придя туда будете стабилизировать изменять и видоизменять в лучшую сторону не только структуру а вообще стратегию тактику всего поля в котором вы находитесь вот тогда другой вопрос а теперь вопрос то чушь делает то ну как бы рубит тату твой как не сладко приходится природе я своей жизни когда вот такие вещи начались да я видела как рубят деревья у меня ну вот ну чтобы понимали я выросла в сельской местности я выросла в краснодарском крае несмотря на то что родилась я не в краснодарском крае и вот мои родители они всегда сажали деревья я не помню ни разу чтобы там что-то рубилась только сажалось но если что-то пропало да на это место сажалось другое дерево и когда я увидела что одна из соседок ну уже бабушка старенькая и не знаю то ли ухаживать не хотят то ли что и она вырубила все деревья я видела это кострище которое огромное думала боже мой столько лет это все росло теперь этого никуда кому это все зачем это нужно и потом я начала думать а что я могу я сама в детстве всегда старалась что-то посадить какое-то дерево и и все это вылилось проект священная роща сейчас проходит обучение на курсе священная роща я каждый раз говорю что на это обучение можно всегда поступить сегодня завтра через год эта группа будет всегда существовать сколько я могу держать это поле потому что если мы будем возвращать заповедные леса именно высоко симметричные то у нас в поле этих лесов ничего такого случаться не будет я надеюсь что я вас не запутала но уж пришлось под зачитать и объясниться да правда это очень важно я считаю что это важно пусть у вас все ладится и получается пусть крепнет ваш дух и душа на сегодня всего доброго до свидания